привет устраивайтесь поудобнее сегодня мы с вами будем говорить на очень важную такую щекотливую интимную тему давать или не давать быть сексу или не быть и так я очень часто получаю вопросы от женщин которые мне пишут наталья меня мужчина пригласила на свидание если женщина встречается с мужчиной в одном и том же городе и я так вот по сути и на минуту потом у нашей переписки я чувствую что я ему очень нравлюсь он мне очень нравится может только говорили по телефону что делать если вдруг он не после свидания пригласить меня к себе ехать не ехать или говорить другая девушка наталья у меня вот я с мужчиной переписывалась потом мы общались skype и вот мы договорились о встрече и вот он говорит что окей я оплачиваю тебе билет проезд мы будем жить в одной комнате в отеле что мне делать спать не спать и так я отвечу сейчас найти все вопросы первый мой ответ секс интимные отношения интимная близость это неотъемлемая часть нашей с вами жизни это то состояние когда мужчина и женщина показывают друг другу насколько ты мне дорог близок насколько мне хочется дарить тебе свое тепло любовь ласку то есть первое хочу сказать что интимные отношения это нормально второй момент если вы встречаетесь мужчиной и проживаете с ним на территории одного города или по крайней мере в одной стране то есть у вас возможность встречи достаточно наступление первой встречи достаточно быстро происходит и даже если вы уже общались там переписывали с ними или общались по телефону в течение недели это не говорит о том что вы стали уже совсем близкими друзьями я предлагаю вам от секса первую встречу воздержаться и не потому что я против секса в первую встречу чтобы он не подумал что я такая вот какая-то прыгаю ко всем в постель нет я не против когда и такое случается я предлагаю вам поддержаться для себя для того чтобы вы вообще как бы интимная часть отношения не затмила вам разум чтобы вы могли по завершению свидания прийти домой и проанализировать а что я увидела что я услышала на какие свои вопросы я получила ответы то есть если вам мужчина понравился вы всегда успеете получить с ним какое-то дополнительное отношение интимную близость более того дайте возможность мужчине понять какое что он по отношению к вам испытывать это лишь физическое влечение либо вы его заинтересовали как не просто как женщина а как человек как личность не старайтесь соответствовать или отвечать на все потребности мужчины когда он говорит слушай мне с тобой так хорошо я не хочу с тобой расставаться поехали ко мне но я просто не хочу тебя отпускать вот я хочу тебя взять и и все и вот все и быть с тобой и сегодня и завтра эту ночь и послезавтра и женщина конечно таких слов теряет голову говорит да я этого же хочу поехали к тебе и не будем расставаться уже больше никогда если это ваш мужчина то вы с ними расстанетесь и завтра и послезавтра дайте возможность отдохнуть себе вот у вас настолько могут быть яркие впечатления первое свидание поэтому моя рекомендация еще раз моя рекомендация базируется не на ханжинском таком на те позиции что ой первое свидание секс не не потому что это некрасиво нет не потому что это некрасиво а потому что вы сможете на втором свидании уже более осмысленно уже более успокоившись посмотреть на мужчину уже более я не говорю трезвым взглядом но уже вы можете понимать что вам ожидать более того вы можете сами настроиться уже на правильную сексуальную волну знаете когда это уже не вызвано первое включилась и тогда страсти загорелись а уже у вас уже и у мужчины может быть совсем другое по отношению к вам чувство что делать следующий вопрос что делать когда вы переписывали с мужчиной общались с ним в скайпе например и договорились наконец-то о встрече и решили что вы встречаетесь где-то мужчина покупает вам билеты берет на себя все финансовые затраты вам лишь следует приехать и мужчина говорит вам ну окей давай я закажу отель и и подразумевает что он заказывает отель и комнату на двоих что делать правильно сделать женщине в этой ситуации но первое во первых вы должны понимать что что вы хотите абсолютно важная мысль которую я сейчас хочу чтобы вы у меня услышали дорогие женщины если мужчина мужчина оплатил свое и ваше пребывание в отеле это не означает что его финансовые затраты вы со своей стороны должны оплатить своим телом вовсе нет то есть мужчина платит за то чтобы он получил удовольствие от того что он это для него приключение вот он платит за приключение вы вкладываете свое время свое присутствие свою энергию еще раз вы не обязаны оплатить его финансовые затраты его финансовые затраты своим телом вот услышьте меня и поймите это вот без без всяких потайных каких-то двойных смыслов если вы хотите и будете чувствовать себя более комфортно вы скажете окей я готова быть с тобой в одной комнате но я тебе буду признательна если ты закажешь комнату не с одной кроватью например там king size или queen size а это будет две кровати мне так будет комфортно или вы говорите я хочу чтобы у меня был отдельный номер мужчина в такой ситуации может сказать окей ты можешь заказывать себе номер и оплачивать его сама здесь для вас это тоже кстати информация для размышления но если вы все-таки согласились находиться но я все-таки рекомендую быть в одном номере знаете почему вы тогда можете больше заметить за мужчиной какой он в быту как он спит как он рассказывает свои вещи с чем он приехал какой у него багаж что у него в багаже как этот багаж сложен, собран с чем он приехал какие у него там средства гигиены то есть это тоже вам очень много может рассказать как он ухаживает за собой, за своим телом то есть вот это нахождение в одном номере по сути дает в принципе достаточно большое представление более широкое представление и понимание вашего возможно будущего партнера поэтому вы можете абсолютно четко поставить границы не значит что вы скажете ты знаешь сегодня я с тобой не слю а завтра посмотрим нет вы прислушивайтесь к себе вполне вероятно, что вы только его увидите скажете это мужчина моей жизни и вы все там время, что вы будете проводить в отеле как в домонидоте, помните по завершению тура мужчина вышел на балкон говорит, о ты смотри а тут и море есть может и у вас такое случится я не знаю но тем не менее еще раз хочу сказать девочки вы не обязаны платить своим телом вот очень мне хочется, чтобы вы запомнили эту мысль и ни один уважающий себя в первую очередь мужчина и сейчас даже не говорю о вас но мужчина, у которого есть внутренние высокие стандарты он никогда не позволит себе насилие по отношению или против ее воли насилие по отношению к женщине которая ему нравится поэтому в заключение хочу сказать еще раз интимные отношения это неотъемлемая часть нашей жизни второе женщина не обязана оплачивать подарки внимание со стороны мужчины своим телом мы это принимаем с любовью с благодарностью вот вы что обязаны сказать вы сказать должны слова благодарности мужчине за то, что он проявил к вам знаки внимания но вовсе не говорить окей давай все открыто you're welcome третье прислушивайтесь к себе если мужчина вам неприятен например вы общались в скайпе вы говорили очень много а вот встретились и вас не торкнуло такое тоже бывает не заставляйте себя спать с мужчиной кроме эмоционального насилия физического насилия вы ничего не получите будет такое ощущение жуткое после возвращения домой поэтому ничего страшного поверьте в жизни ваша не произойдет если вы откажете мужчине ну и я всегда и часто говорю в разных видео и сейчас повторю это если вы едете на встречу у вас всегда должны быть дополнительные ваши средства которые позволяют вам в случае если что-то не складывается чтобы у вас всегда была возможность поменять ваш билет если вы не хотите оставаться в этой стране в этом отеле с этим мужчиной поменять билет и улететь например раньше или переехать в другой отель ну и побыть столько сколько вам уже положено поэтому я за интимные отношения и я за здравое осмысленное отношение к интимным отношениям ну вот такой каламбур надеюсь вы меня поняли желаю вам любви и счастья и получать удовольствие от любви с вашим единственным мужчиной пока